Крупнейшие российские банки представили разнонаправленную статистику об активности мошенников в отношении своих клиентов в 2023 году. Об этом сообщает федеральная РБК. При этом доля успешных атак выросла, а средняя сумма хищений увеличилась, констатирует представитель Газпромбанка. Актуальна ли проблема для нашего региона, обсудим с Михаилом Теплоуховым, заместителем управляющего отделения Банка России по Пермскому краю. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Заметна ли вот такая же противоречивая динамика в Пермском крае была в 2023 году? В Пермском крае, к сожалению, динамика неумолимо показывает, что по сравнению с 2022 годом у нас увеличилось количество краш и мошенничеств, совершенных в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Практически на 45% по сравнению с 2022 годом. Несмотря на те все усилия, которые предпринимаются правоохранительными органами, Банком России, исполнительными органами власти по проведению информационных кампаний до доведения граждан, как правильно себя вести, когда на ваш телефон поступают звонки от имени мошенников. А вот вы сказали 45%. Какие факторы вообще сказываются на такой динамике? Используют новые формы, используют новые инфоповоды для того, чтобы обмануть граждан. Если, например, в предыдущие, в 2022-2021 году были характерны звонки от имени служб безопасности кредитных организаций, в 2022-2023 год мы наблюдали повышенное количество звонков от имени правоохранительных органов в адрес наших граждан, то вот динамика последних, может быть, трех-четырех месяцев показывает, что сейчас мошенники начинают тоже переориентироваться и поступают в адрес наших граждан звонки от имени операторов сотовой связи, от имени представителей госуслуг. То есть постоянно они совершенствуются, постоянно они придумывают какие-то новые формы, способы мошенничества. Но основная, конечно же, форма – это методы социальной инженерии. То есть гражданину обращаются, когда звонят по имени-отчеству. Поэтому цель мошенника – напугать, вывести из равновесия человека, побудить, совершить какие-то действия, причем совершить эти действия быстро. Вот их подходы, вы говорите, совершенствуются. А что касается суммы? Вот федералы говорят о том, что сумма хищения увеличилась. По Пермскому краю такая же тенденция? Ну, как я уже сказал в самом начале нашей встречи, если у нас в Пермском крае наблюдается рост количества преступлений на 45%, то, естественно, и сумма хищений кратно увеличилась. То есть в прошлом году она была где-то около, боюсь соврать, но эту статистику более подробно владеют правоохранительные органы, около миллиарда рублей. В этом году у граждан похитили порядка двух миллиардов рублей. А банки, пытаются ли они повысить как-то тоже безопасность? Потому как недавно тоже заметила, после нескольких таких очень интенсивных атак, звонков на мой телефон, при заходе в мобильное приложение банка высвечивалось, что вам звонили мошенники, не переводите средства. Банки тоже пытаются какую-то роль сыграть в том, чтобы обезопасить своих клиентов? Ну, банки в первую очередь заинтересованы, чтобы обезопасить своих клиентов. Это, наверное, влияет на конкурентную способность банка. То есть они сейчас очень тщательно к этому подходят, внедряют различные системы антифрод. То есть, вот как вы сказали, что ряд нетиповых операций, если... Вот гражданин в течение дня осуществляет ряд типовых операций. Сходил в магазин, приобрел продукты, проехал на транспорте. Но если вдруг у банка антифрод-система зафиксирует, что, например, начали осуществляться переводы в ночное время, либо в банкомате где-то начало происходить обналичивание крупных денежных. Нетипичная операция. Вот антифрод-система это увидит, она заблокирует эту операцию, и вам через какое-то время, буквально через несколько секунд, может позвонить сотрудник кредитной организации и спросить, а вы осознанно вот эту операцию осуществляли ли эту операцию, то есть действительно ли осуществляли. То есть, ну да, с одной стороны мы говорим, что кредитные организации не звонят, но с другой стороны вот антифрод-системы вот так работают. Кроме того, хотел бы сказать, что Банк России в прошлом году, вынес ряд законодательных инициатив совместно с депутатами Государственной Думы, то есть для того, чтобы уберечь наших с вами граждан от хищений. То есть вот уже вступил в законную силу 369-й федеральный закон, он вступит в силу у нас по всей территории Российской Федерации 25 июля 2024 года, и там вот будут предусмотрены более активно использования этих антифрод-систем. То есть если система банка заподозрит, что операция мошенническая, то банку будет дано право заморозить на два дня перевод денежных средств для того, чтобы выяснить обстоятельства, привести гражданина в сознание, может через два дня пообщавшись с родственниками или с кем-то из своих знакомых, он поймет, что операция все-таки мошенническая, он отменит этот перевод. Но если все-таки гражданин через два дня не поймет и будет настаивать на переводе, то такой перевод в любом случае будет осуществлен. Кроме того, Банк России продолжает борьбу с дропперами. Дропперы это физические лица, которые используются в свои банковские карты для обналичивания денежных средств. У нас, кстати, очень часто в эту противоправную деятельность стягивают молодых людей. То есть у нас сейчас есть возможность получить банковскую карту с 14 лет и огромное количество в интернете объявлений с просьбой приобрести эти банковские карты. Ну и вот молодые люди, не задумываясь, оформляют на себя карту, перепродают за какую-то сомнительную небольшую сумму от 3 до 5 тысяч рублей. А в последующем на эту банковскую карту уже осуществляются переводы. Когда были деньги похищены, осуществляются переводы. Кто-то занимается обналичиванием. Я хочу сказать, что Банк России тоже в течение последних 2-3 лет ведет вот эту базу данных дропперов. Кредитные организации при осуществлении переводов с карты на карты должны будут тоже с июня месяца обращаться к этой базе данных. И если они обнаружат, что вот этот счет, на который пытаются перевести деньги, находится в этой базе, то они тоже должны заблокировать, обязаны будут заблокировать этот перевод. В случае, если кредитная организация не заблокирует этот перевод, то у гражданина будет право обратиться в банк, и банк будет обязан в течение 30 дней вернуть все похищенные денежные средства. То есть так же, как совершенствуются методы у мошенников, банки и граждане тоже совершенствуют способы своей защиты. Спасибо большое за такое интересное интервью, за экспертную оценку. Напомню, что сегодня об активности мошенников в регионе, новых схемах и способах защиты. Мы говорили с Михаилом Теплоуховым, заместителем управляющего отделения Банка России по Пермскому краю. Благодарю вас за это интервью.